Что-то меня смущает. Одна лучше другой, как говорится. Сначала она мне не зашла. Я не ожидала, если честно. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Све. И сегодня у нас будет видео распаковочка, можно так сказать, с Алиэкспресс. У меня вот такой вот есть контейнер небольшой, в который я сложила все покупки. Я их, честно говоря, не доставала, не распаковывала. Единственное, что я убрала эти грязные пакеты, в которых все приходит. Я не люблю их хранить. И вот, допустим, раз у меня что-то здесь, да, я это не открывала, не мерила, не смотрела. Но примерно знаю, что это, да. Также вот здесь в пакетиках все такое. Я долго это ждала. Все это я покупала на распродаже 11-11. Не знаю, насколько мне удалось это дешевле купить. Можно будет даже сравнить. Что-то здесь, если что, повставляю. Но смысл в том, что приколюшки, которые я давно ждала, хочу с вами ими поделиться. Ожидание реальность также у нас будет, потому что есть одна вещица, которая что-то меня смущает, какая она будет. Давайте начнем с очков. Сразу их уберем. Я заказала две пары очков. Как вы знаете, я часто сижу за компьютером, и мне нужны очки. И если уж что-то мне понравилось, у меня есть такая манера, что я беру все. Вот если вдруг я примерила на себя очки, думаю, ой, какие красивые очечки. Думаю, а мне нужны еще такие без оправы, потом с такой оправой, с такой. Короче, у меня должны быть очки антибликовые со всех оправ, всех форм и так далее. И очень дешево, очень дешево я взяла очки. По-моему, две пары. Больше, по-моему, не едет, только две. Мне показались они интересными. Здесь идет вот это. О, даже еще внутри, оказывается, что-то есть. Такая черная протиралочка. Сейчас я померяю очки. Почему я беру разные еще? Ну, потому что, девчонки, я снимаю там, да, бывает в сторис часто. Хочется под каждый домашний лук иметь очки. Те очки, которые я брала, они здесь стоят вообще у нас тысяча-полторы антибликовые, да, в магазине, если где-то брать. Мы взяли еще на распродаже там вообще 495, но уже даже такой распродажи нет. Смотрите, какие очки. Они в белой оправе, и вот такие у нас здесь идут металлические, как это называется? Металлические дужки. Это дужки считается, да? И металлическая переносица. А так они пластиковые. Давайте я примерю их. Многие мне писали, кстати, что мне идут очки. Но я решила, что очки, которые стоят, знаете, там 100-150 рублей, вполне их можно вот так вот взять. Разных много. Напишите, как вам нравятся эти очки. Вот если бы я снимала вот так видео. Ну, были бы блики небольшие от цвета, да? А так, в принципе, ничего. Нормально сидят, кстати, по размеру мои. Ничего не искажает. Антиблик присутствует, я вижу. Кстати, в одном из магазинов даже так и сказали, зайдите на Алиэкспресс, купите антибликовые очки. В принципе, хорошенькие. Вот эти очки хорошенькие, рекомендуют. Вот. Тем более, они идут вот в такой мешочке, и вытиралочка идет в комплекте. А вторые очки, они пришли вот так. Запакованная обычная бумага, да? И вот так вот пришли. В принципе, целые. Но они полностью пластиковые, тоже белые. Оказались. Я думаю, что это я... Куда-то я смотрела, что я все заказала белое оправо. Не могла другое какое-нибудь взять. Ну, короче, здесь вот такая белая оправа, они просто пластиковые. И дужки пластиковые, и переносица пластиковые. Вот так смотрится. Примерно одинаковые или все-таки разные какой-то вариант? Чтобы проверить, кстати, антиблик или не антиблик, нужно на белое навести, и они будут немножко с желтым напылением таким, да? Ну и плюс еще они перламутровые такие. Короче, они классные. Почему я еще люблю вот такие очки? У меня все почти очки. Вот такие пластиковые, пластиковые оправи, вот с этими пластиковыми переносицами. Потому что, если мы вот так вот ходим-ходим, потом на голову раз сделали, у нас ничего не цепляется. Я люблю и солнечные очки такие же покупать. В общем, очки зачет и те, и те. Не тратьте большие деньги, заказывайте на Алиэкспресс. И смотрите в них телевизор, да? Или если вы за компьютером работаете. Потому что глаза очень устают, краснеют. В общем, надо заботиться о своих глазках. Потом перестанем видеть. Дальше я заказала две вот такие вот оплетки на руль. Помните, мы, может быть, ходили на втором канале, кто помнит. Мы ходили с вами по магазинам, там были оплетки. Я хотела купить, а потом думаю, не буду брать, потому что я заказала целых две. Мамина машина. У нас руль уже весь обтерся, обтесался. Тоже недорогие абсолютно. Кстати, я все ссылки на товары, которые я взяла, оставлю под видео. Все это я брала на Алиэкспресс, все на распродаже. Заказала две оплетки, потому что одна лучше другой, как говорится. Думаю, вдруг не подойдет. Будет какая-нибудь некрасивая, а я другую сделаю. Что я не знаю, как это вот они. Безразмерные оплетки. В общем, вот это в стиле спорт. Спортабл, смотрите. Вот так вот. По идее, как бы я должна натянуть вот это как след на руль. А она, вы знаете... А, ну она... Слушайте, материал классный, плотный. Чуть пахнет краской, но такой нормальный, неотвратительный. Прошито, достаточно все хорошо. И вот эта вот сама штука, она прям еще тянется. То есть его можно прям вот так попробовать натянуть. Но я сюда вам ставлю, натяну на руль, ставлю, посмотрю. В целом, вот он черный, красивый, вот с таким рисунком интересным. В принципе, я думаю, подойдет. Если что, можно будет менять. Давайте откроем второй. Заказывала на разных магазинах, и они пришли в разных посылках, поэтому... Второй у меня просто черный. А, один я с рисунком заказала, а второй просто черный. Думаю, мало ли, может с рисунком будет оляпистый как-то. Короче, просто черный вот такой. Он не лаповый, девочки, но он и не матовый. Такой, ну, обычная кожа. Обычная кожа, сейчас она просто отблескивает, и кажется, что она какая-то прям вообще. И тоже он на резинке. Но вот этот как-то поинтереснее сделал, мне кажется. Вот этот поинтереснее сделал. Я его первым попробую. Здесь внутри, видите, у нас белая, а там черная. Вообще там подкладки нет. Пахнет меньше краски. Вот этот однотонный, менее оляпистый, да, можно сказать такой. Но посмотрим, какой будет сидеть лучше. В общем, я сделаю два этих руля. Сделаю оплетку одну, вторую. Надеюсь, подойдет, потому что это какие-то универсальные оплетки. Ну, а вы скажете, какая вам больше нравится в комментариях. Итак, вот руль наш до. Смотрите, какой он бодренький уже весь, да, уставший безумно. Сейчас мы оденем на него оплетку одну, потом вторую. Посмотрим. Надеюсь, все будет зашибиськи. Так, смотрите, вот оплетка первая. Я ее специально первое одел, потому что мне кажется, что вторая будет лучше. В общем, вот как она выглядит. В принципе, намного лучше уже руль выглядит, более симпатично. Честно говоря, мне не нравится вот это, что она прямо здесь, да. Может быть, ее как-то даже вот так сделать, чтобы вид был. Хотя она вот уже начинает тут торчать. То есть нет, без вариантов. Натянулось все впритык, то есть она вот так слазить прям не будет. В общем, вот как это выглядит. Я вам поближе максимально, да. Сейчас вторую одену. Обалдеть. Да, красота. Так, вот одела я вторую оплеточку. В принципе, мне кажется, она посимпатичнее как-то смотрится. Даже вот так визуально она смотрится поинтереснее. Я ее пока оставлю. Вы напишите, какая вам больше нравится. Маме я отдам, конечно, обе. Вот. Если ей это тоже больше понравится, то вторую. Может быть, брату отдам, если она нужна ему. Короче, у нас две оплетки. Найдем, куда применить. Вот, смотрите. Выглядит симпатичненько. Ну, во всяком случае, вот эта мелкая кожа мне нравится больше. Вот так вот. Все? Поехали. Еще хотела сказать, что с оплеткой сейчас в руках чуть-чуть непривычно ехать, потому что я чувствую, что на руле что-то. Не просто до голого руля дотрагиваюсь, да, вот с чем-то, ну, как бы чуть дискомфорт есть. Но я думаю, что это привыкнуть. Можно привыкнуть. Я вообще хотела махровую взять сначала, пушистую. Так что думаю, все нормально. Я, в общем, довольна. Поехали дальше. Мы с вами много снимаем, тестируем всякие маски. И я вечно непонятно чем накладываю на лицо, накладываю, намазываю себе. Но теперь у меня появилась вот такая вот кисть. Мы сейчас ее с вами распакуем. Она такая красивая. Открываем нашу прекрасную кисть. Интересно, насколько сильно шумит вам вот сейчас этот пакет. Прям любопытно. Слышно меня вообще из-за него. В общем, очень красивая. Она вот такая розовенькая, тут силиконовая. Как ей будет? О, одно удовольствие. И она еще красивая. У нее ручка все-таки переливается. Представляете, какие видео красивые будут? Я вам буду так, ну, и все. Видео заиграют. Мало того, что камера, звук другой, да. В общем, теперь заиграют наши видео со всеми другими красками. Даже элементарный тест масочек. Вообще классная штучка. Прям рекомендую. Хорошо сделано. Даже звенит. Итак, следующее, что у нас. Мне показалось это интересной вещью. Это такая насадка, которая одевается на Oral-B. И можно чистить лицо. Честно говоря, мне очень интересно, насколько она мощная. Как она здесь открывается. Ага. Пакетик у нее положил и вытащил. Ну, вроде насадка прям с Oral-B, как и есть. Правда. Только здесь у нас вот такая вот круглая штучка с мягкими достаточно такими ворсинками силиконовыми. И, в общем, я ее буду включать, получается, и вот так вот вводить по лицу. Я вам тоже сюда вставлю этот момент. Не знаю, как это будет по ощущениям. Короче, вставлю сюда момент, когда буду тестировать. Уже я буду умываться, да, проведу вот так вот и вставлю, скажу, как она пошла, не пошла. Интересная, насколько мощная. Тянет ли зубная щетка на эту конструкцию все. Ну, идея очень интересная. Интересно, кстати, в оригинальном, в оригинальном магазине продаются такие щетки Oral-B. Или это китайцы придумали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Следующая покупка, это покупка уже повторная. Я заказывала одну такую кисточку, я не помню где, на Алиэкспресс или на Джон. Она мне очень понравилась, и я заказала такую вторую, пока думаю распродажа, возьму еще одну кисть, потому что все-таки они со временем там портятся, да, и цвет взяла, который хотела. Кисть вообще волшебная, девчонки. Я не ожидала, если честно. Сначала она мне не зашла, но теперь я не пользуюсь другими кистями. Все, поменяла все кисти на эту. Вот такая кисть. У многих, наверное, есть такая кисть. Беленькая, серебряная, а другая у меня там беленькая с золотым. Она вот такая вот, ну, как бы диаметр, не очень большой диаметр, да, такой средний, я вам так скажу. Я думала, что мне будет неудобно ей, честно говоря, краситься, наносить что-то. Да, у меня, потому что смешанная кисть до этого, я ее рекламировала всем, просто смешанная кисть, number one. У нее большой захват. Вот здесь-здесь нанесла этот тональный, да, и кистью просто так. И все равномерно, все красиво, да. А это более такой, меньше масштаб, да, и то есть больше как будто движений надо каких-то делать, да, чтобы распределить. Но, на удивление, это абсолютно несложно. Она безумно круто распределяет все, абсолютно быстро, абсолютно ровно. Я, честно говоря, сначала ее не очень оценила, там, первые 2-3 раза, а потом просто офигела. Но я, конечно, еще и поменяла вообще свой уход перед макияжем. Я начала базу наносить, я начала увлажнять лицо хорошо. И, конечно, любые тональные средства уже намного круче кладутся. Но еще вот эта кисть, она универсальна тем, что когда мы наносим консилер под глазки, очень удобно ей вбивать. Она прям такая плотная и реально вбивает очень хорошо, потому что смешанной кистью вбивать было, она такая немного шире, некомфортно. И в глаз заденет, и еще что-то. А здесь-то раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Потому что консилер надо вбивать, а не размазывать, да. Короче, она универсальная, я ее и для консилера, и для тонального средства использую. И также ей можно, я думаю, если две, допустим, взять, одна, простите, одна для тонального средства, а одна, допустим, для контуринга. Но у меня сухой контуринг, мне с ним проще как-то работать, но можно использовать и для мокрого. Вот. И вообще она удобно держится, она такая компактная, классная. Короче, я кайфую, вот рекомендую, кто не пробовал, попробуйте эту кисть, если вы еще в поисках. Или вообще не знаете, что есть такие кисти, которые прекрасно накладывают макияж. Я не пользуюсь пальцами рук, кстати, вот так вот, да, пальцами. Не люблю, потому что так ровно, мне кажется, мои пальцы не нанесут средства. Так, это все, да. Теперь вещи, вещички у меня есть. Давайте первое, я думаю, что это должна быть хорошая вещь, это маечка. Базовая, просто базовая серая майка, мне она понравилась. Мне кажется, что у меня есть похожее что-то белое. Я вот на картинке увидела и думаю, дай возьму. Такие майки обычно хорошо одевать под пиджак, например, да, под джинсы, ненавязчиво. Мне нравится именно вертикальная такая полоска мелкая, рифленая или как там называть, как это назвать, да. Тонкие бретельки, да, ну я по мере покажу. Но мне кажется, нормально, в принципе, здесь не должно мне ничего тянуть, хотя хрен его знает. Главное, чтобы здесь не тянуло. Я, кстати, не помню, какой размер я взяла, здесь напишу, какой размер я взяла, я посмотрю в приложении. Так, ничего не должно вроде тянуть, либо эска, либо эмка. Просто серая, обычная, хорошо прошитая достаточно, нормальные швы, ровненькие, никаких ниток нигде не торчит. В общем, замеряю, покажу, стоила она вообще, по-моему, недорого. Следующая кофточка, мне она показалась интересной очень на манекене, на манекене, да, или на модели, на манекене, господи. На модели, я взяла чисто черную, а там была еще такая перламутровая, ну, или я перламутровую взяла. Короче, она черная перламутровая была, или чисто черная. Давайте откроем, посмотрим, в микрофон смотрю. Так, я взяла чисто черную. Блин, ну так на модели клево они сделали. Ну вот, смотрите, представьте, что у меня лифт черный одет, да, и вот я просто одеваю такую футболочку. Она очень легкая, у нее, значит, двойная сетка здесь. Нет, одна сетка, одинарная сетка вот такая. Вся она в сетку, просто одевается под лифт или под черную кофточку. Ну, мне очень понравилась на модели, я взяла. Еще там была такая же кофточка, только она была перламутровая, то есть это черная и перламутровым отливает. Ну, мы, наверное, все знаем, да, такую ткань. В общем, сейчас тоже померю, покажу вам. А эта, по-моему, серебром должна отливать. Ну, есть немножко. Не знаю, как вам показать, может быть, если только сблизи. Здесь не видно. Короче, она отливает серебром. Но это надо определенно свет, чтобы упал. Так она кажется просто черной. Ну, не-не, отливает, да-да-да. Там просто на рекламе отливало более эффектно. Дальше это вообще что-то с чем-то. То, что было на манекене, я просто еще не разбирала. Опять на манекене, на модели. Я еще не разбирала, но мне кажется, что это вообще пеньюар, девочки. Пеньюар, который должен выглядеть вот так. Я сюда вставлю картинку. Очень красивый такой. Я думаю, ну, какая-то фотосессия может быть, да? Давайте откроем, посмотрим, что мне пришло. Что за пеньюарчик ждет меня? В чем я буду соблазнять любимого своего? Слушайте, видели? Вы видели? Это, наверное, вообще самая тонкая... Как вот это называется? Перья, да, или как вот? Как назвать вот это вот? Ну, блин, ну, это самая, по-моему, дешевая, самая тонкая... Перо. Линия с пером. Где мои все слова? Я не знаю. Ну, короче, это какой-то ужас. Сама... Рукава, бог ты мой, рукава. Триндец. Ну, короче, я сейчас померю это. Мила, Мила, убери ногти. Ты че? И без того здесь нету. Еще зацепки поставишь. Мне вообще убожество будет какое-то. Короче, я сейчас расправлю. Распушу эти перья все, которых маля-мальски. Хоть и есть вообще, да? Примерю. И вы посмотрите, какая я в нем просто секси-шмекси. Единственное, что не на голое тело. В общем, посмотрите сейчас, как оно выглядит, напишите. Вообще, на самом деле, я недавно тут выбирала на одном сайте одежду. А потом зашла на Алиэкспресс. То есть, это китайский сайт был. Чисто китайский, в России не доставляет. А потом зашла на Алиэкспресс и те же самые вещи посмотрела. У нас Алиэкспресс, кстати, продавцы очень умеют приукрашивать. Хотя там тоже есть, но в основном там показывается, как есть. То есть, я вижу, что они фотки вставляют приукрашенные, да? А потом вставляют то, что есть, сам товар, да? Я понимаю, что оно уже отличается. И, скорее всего, не то, что на картинке, на модели указано, да? А то, что, скорее всего, товар просто отдельно показан. Но на Алиэкспресс прям все украшено очень сильно. И страшно что-либо вот так вот покупать. Но на свой страх и риск, честно говоря, я... Что? Что? Здесь написано, девочки. Что здесь... Здесь расплачутся, потому что это так смешно. Это просто мы говорим сейчас о обмане, да? Здесь написано, что здесь 65% катон. И 35% полиэстер. 60% хлопок. Хлопковый пенюар я себе купила практически. Понимаете? Да, да, да. Эй, в это я поверю, конечно, поверю. Ладно. Мирима, вы в комментариях зацените. Соблазню я в этом своего любимого или нет? Это что-то ужасное. Я в нем кажусь какой-то коровой, если честно. Огромной. За счет светлого вот этого света. Такое ощущение, что у меня вообще талии нет. Видите? Ну, как бы, понятно, я немного поправилась, но не настолько. Как сейчас выгляжу в камере. Вот есть вещи, которые делают тебя стройнее. Есть вещи, которые делают тебя наоборот. Бесформенной какой-то. Мерю в купальнике, как бы. Думаю, это норм. Купальник. Все дела. Ну и как думаете? Муж оценит? Тут даже живот кажется огромным. Посмотрите. Просто, насколько все убогонькое. Как будто я беременная. Ну, конкретно. После этого видео засыпет меня вопросами. Сель, ты не беременная? А вот угадайте. Беременная или нет? Вот так. На заставку. Ну и последнее, что я взяла, это я заказала штатив. Я думаю, это не всем интересно, штатив, да? Это кто занимается съемками, может быть, в Инстаграме, съемками в видео в Ютубе. Может быть, просто кто-то что-то там для себя любит снимать, себя снимать или что-то снимать. Ну, разное, да? Кому может пригодиться штатив. То я взяла вот такой небольшой штатив. Я снимаю прямый эфир. У меня есть один небольшой штатив, но я взяла еще второй, потому что один у меня для как раз-таки прямых эфиров, да? А второй, когда я снимаю, знаете, что-то вот мне надо иногда камеру на кухню поставить. У меня большой такой вот штатив, высокий. Им некомфортно. Мила! Она, представляете, она мой пенюар залюбила. Вот что значит девочка. В общем, этот небольшой такой вот, вот так он раскладывается. Он вообще небольшой. Я ссылку на него оставлю под видео. Имейте в виду, потому что у меня еще один большой с другого магазина, побольше. Он тоже весь такой тоненький, щупленький, конечно же. На Алиэкспресс они все такие, особенно это одни из самых бюджетных, да? То есть как раз вот его очень удобно. Маме с ним удобно, потому что он такой, везде его можно поставить, да? И мне удобно, чтобы я его поставила на стол, и он как бы переносной, не напрягающий, потому что большой он такой весь массивный, большой. В общем, вот так. И еще вот здесь вот он откручивается. Ну вот он вот такой, да? Видите? Раз, два, три. Небольшие еще вот здесь откручивается. Можно еще вот здесь его повесить. Вот так вот поставить, да? И все. А здесь прикручивается камера, либо в комплекте идет вот такая штука для телефона. Очень удобно, потому что он везде поворачивается вот так, вот так, вот здесь, вот так. То есть очень классный. И плюс еще здесь отмеряется ровность, если нам нужно проверить, насколько ровно у нас стоит камера. Компактный, удобный, недорогой, потому что штативы очень дорогие. Я, кстати, думала, ой, стоит там штатив 400-300 рублей. Нифига, таких цен нет даже на Алиэкспресс, если честно. За такую цену вы сможете найти только вообще какой-нибудь маленький 10-сантиметровый трехножик. В общем, мне понравился этот штатив, поэтому рекомендую. Если кому-то нужно, то можете его приобретать. Я одобряю. Второй штатив, кстати, скоро приедет, и я его маме отдам. Я его для мам брала. Этот для нее маловато. Все, мои хорошие, вот такие вот были покупочки с Алиэкспресс. Впереди еще будут покупки, потому что я жду, еще товары жду. Обязательно вам покажу находочки. Все дело протестируем. На моем втором канале очень много тоже с Алиэкспресса. Скоро буду тестировать вещей, очень интересных, любопытных, которые заслуживают отдельного прям внимания. Подкручиваю. Ну, могу анонсировать немного. Подкручивалка для ресниц. Она нагревается от батареек и подкручивает ресницы, типа завивка. Будем тестировать. Потом татуаж бровей мы попробуем сделать. Как она вообще будет, я не знаю. Это все будет на втором канале вот уже в ближайшее время, поэтому ссылку, в общем-то, я оставлю под видео. Обязательно переходите, и мы с вами вместе где-то посмеемся, а где-то, может быть, и действительно откроем для себя что-то интересное и полезное. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Если мое видео было полезным, интересным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом, и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok